Друзья мои, всем привет! Всем огромный привет! Ну что ж, у нас с вами сегодня очередной обзор на канал семьи Колесниковых. Дождались, дождались, семейство накрывает на стол, праздничный стол, слава богу. Перебирают сухари, ну типа кирьешки, которые идут на праздничный салат, на салат цезы. Лешка предлагает детям идти и подколымить на вокзал, продавать сухари, да-да, друзья мои. Никита говорит, Никита, да, он говорит Никите, Никита, иди, мол, ты же уже как-то ходил, иди продавай. А, Никита пытается каким-то образом увернуться от этого дела и говорит, нет, я, мол, один никогда этого не делал, ходил вместе с Максом на вокзал и продавал там сухари. Если честно, я не верю, конечно же, в то, что Никита с Максом продавали на каком-то там вокзале сухари домашние. Что Лешка опять смелит? Очередные сказки для людей, да, кто еще хотя бы ему верит? К тому, что их на вокзал пустили, конечно, их туда никто не пустит. Там все места, в том числе и, знаете, места попрошай уже давным-давно поделены. Без документов, без всего прочего, а также, тем более, детей туда никто не пустит. Но Лешке хочется хайпа, а дети так активно ему во всем подыгрывают, прям вообще молодцы, что-то с чем-то. Далее Леша отчитывает свою любимую цударину, которая залезла на стол. Ругает Светку, что она смешала все сухари, а теперь выискивает нужные для салата. Далее, друзья мои, опять Леша стал играть на камеру, словно это не Макса Днюха, а Лешина день рождения. Стал подгонять девчонок, давайте, говорит, побыстрее, когда я есть буду, я, говорит, уже есть хочу, накрывайте на стол. Девчонки поняли, что папа шутит и стали смеяться. Лешка докопался до Никиты, который сидел и по его словам ничего не делал. И тут же похвалил, говорит, вот смотрите, какая у нас Виталина молодец. Вначале влажной тряпкой стол протерла, а теперь трет сухой тряпкой. Да, Виталина и правда вначале полотенцем руки вытерла, а потом этим же полотенцем стала вытирать стол. Но в любом случае молодец, Виталина всегда что-то старается делать, старается заслужить, так скажем, внимание своих родителей. И надо же, подумала я, Лешка стал вовсю нахваливать Виталину. Ну, к чему бы это, друзья мои? Не иначе Леша понял, что на старости лет только от нее могут они со Светкой дождаться какой бы то ни было помощи. Скорее всего, так оно и есть. Маму, смотрю, по-прежнему штрихует синий халат. Кстати, в отличие от детей, мама даже не переоделась. Как была в этом синем халате в парнике, так в нем и уселась за стол. Далее тазик с шашлыком. Вы знаете, умудрились дети поставить его на кухонный уголок. Лешка говорит, вы что, совсем ку-ку? Вот и я думаю, что они там совсем ку-кукнулись. Такими темпами могли бы этот тазик шашлыков поставить и под стол, чтобы он никому не мешал. Анжелка молодец. Слава богу, она только в платье перчатки боксерские свои сняла. Ну, а Леша интересуется у Максима. Не чувствует ли Макс, что годы бегут сейчас очень-очень быстро? И доволен ли Макс, что ему сейчас 16 лет? Леш, ну что ты за ерунду спрашиваешь? Понятное дело, что нет. Конечно же, Макс в его возрасте, он доволен своим возрастом. Ему хочется сейчас, чтобы года, наоборот, бежали быстрее. Ему хочется побыстрее вырасти, побыстрее стать самостоятельным и взрослым. Да, ну а далее Леша устроил конкурс среди своих детей. Помнит ли кто-то из детей, сколько ему лет, сколько лет Свете? Ну, и Анжелка бедная запуталась. Леша говорит, ну что ты не помнишь, не помнишь? Маме, мол, Свете 40 лет, а мне, говорит, 42. Ну, а та говорит, я, говорит, да, да, говорит, я помнила, помнила, но, говорит, забыла. Анжела молодец. Действительно, Анжела, молодец. Это не главное. Далее стал Леша спрашивать у Насти, когда ее день рождения. И молодец, Настя вспомнила, вспомнила, что у нее день рождения, такой-то, такой-то день. Чему мы все, кстати, несказанно рады, потому что как-то Настя, которая мечтает работать с магазином, сказала о том, что ее отчество Юрьевна и ее папа Юра. Откуда она это взяла, я не знаю, но помню точно, что все тогда, и Светка, и Леха были вообще в шоке. В итоге на столе, смотрю, опять стоят одни сплошные тазы, больше никакой, видимо, посуды нет, и плошки. Даринка просила, 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 что ей нужна большая ложка, но на нее почему-то ноль эмоций, друзья мои. Леша ей сказал, надо тебе, встань и возьми. Знаете, ну, с одной стороны, понятно, потому что Виталина в ее возрасте уже, по большому счету, почти картошку тазами чистила. Но я что-то не поняла, что случилось. Совсем недавно Леша вокруг Дарины буквально гпк отплясывал, да, делал все, чтобы Дарина была счастлива и спокойна, а здесь все, ушла девчонка на задний план. Неужели так же, как когда-то Виталина в свое время? Посмотрим. Далее наш набожный Лешка говорит, мы помолились и стали есть. А перед этим он кричал Дарине за столом, чего это ты, пукнула, пукнула? Ты что сказала, что ты пукнула? Да, молодец, Леша. Сначала богохульствуешь, а потом молишься. Круто. От макарон Леша отказался и сказал, что ему необходим салат и мясо, да. Максим, кстати, достал бедную единственную бутылочку Кока-Колы, папка, который зажал в магазине купить их несколько штук и купил только одну полторашку, друзья мои, на все огромное семейство из восьми человек. Папка этот не отказался пить Кока-Колу, но кто бы сомневался. Он сказал, ну если кому-то не хватит, я, конечно, со своего стакана отолью, Леш. Вот фу, как насколько это фу действительно и противно. Вот никогда вы со Светкой ни от чего не откажетесь. Вот всегда будете соревноваться вместе со своими детьми, да. Понятное дело, что на восемь человек одной полторашки Кока-Колы это крайне мало. И ты же не хотел покупать, и ты же говорил, что это гадость, это химия. Так зачем ты пьешь? Отдал бы спокойно детям попить Кока-Колу, раз ты не хочешь, раз ты считаешь, что это гадость. Зачем ты ее пьешь? Надеюсь, друзья мои, разливал Макс, надеюсь, что имениннику все-таки кола досталась. Ну, а Никита, сын верующего, в кавычках, вы же понимаете, что я шучу, да, сказал папке, Э-э-э, Лешка взбесился и говорит, э-кать будешь, э-говорит, будешь говорить собаке. О как, Леш, отчего ты обижаешься? Твое воспитание, вернее, полное отсутствие воспитания. Скоро будут вас по матушке посылать и гонять по дворцу. Да, чего заслужили, в принципе, то и получайте, не на кого пенять, не на кого обижаться. Ну, а далее, друзья мои, вообще прикол. Уже на улице Макс решил зрителям продемонстрировать, как же он управляется с боксерской грушей. За оператора на сей раз была наша Энджи и опять несла нечто. После Кока-Колы Энджи пыталась выговорить элементарное слово пробует. У нее ничего не получалось, ничего не выходило. Пробует, 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 она не могла сказать. Вернее, получалось у нее что-то типа этого. Пропует на П. Пропает, опять же на П. Попает, попает, пропает, попает. В общем, да. То ли еще будет. Я так понимаю, к школе все буквы забудут. Будут заново штудировать азбуку. Макс показывал мастер-класс, как он управляется, как я уже сказала, с боксерской грушей. Вот только зачем было вешать эту грушу так высоко? Неужели, блин, вы не понимаете, что она действительно высоко? Ведь заметно же, что ему неудобно. И он еле-еле поднимает эти руки вверх. Виталина встала на крыльцо, аккурат под эту грушу. Надеюсь, за кадром Виталинки не прилетело. В общем, друзья мои, все как обычно. Кино и немцы. День рождения какой-то, как всегда. Я не скажу, что грустный. Для них они других дней рождения никогда в жизни не видели. Для них это обычный. Для нас это непонятный день рождения. Потому что ни поздравления от родителей, ни поздравления от братьев и сестер, ни пожелания от всей семьи, ни тебе конкурсов, ни тебе подарков за столом, да, ни друзей. Вспомните наши дни рождения в таком возрасте. Всегда куча друзей. Всегда стол ломится. Всегда родители в первую очередь поздравляют. Родители, бабушки, дедушки, да, братья, сестры, друзья. Я здесь вообще ничего. Просто усели за стол, просто навалили себе как можно больше еды в тарелку и бегом есть, друзья мои. Словно за ними кто-то гонится и охотится. В общем, все как обычно. Ничего не меняется. Для них это в порядке вещей. Так у них было, так у них есть, так у них всегда и будет. Вот такой у меня сегодня получился обзор на канал семьи Колесниковых. Естественно. Всех целую, обнимаю. Всем желаю прекрасного дня, хорошего вечера. Берегите себя, своих родных и близких. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. Ну и, конечно же, всем тем, кто подписывается на канал, всем, кто ставит лайки, всем, кто пишет хорошие, адекватные комментарии. Всем огромное спасибо. Всех целую. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok